Ла-ла- renew the Scroll go Ааа! Что случилось, Сэмми? Тут будто ураган прошёл. Я нарисовал тебе открытку! Вау, как мило! Спасибо большое! А знаешь, что обрадовало бы меня ещё больше — если бы ты тут убрался? Эм. Простись, Юн, но я не могу! Хе-хе-хе. Просто я открыл новую пачку карандашей и фломастеров.. и их некуда складывать, предлагаю оставить их на столе. Нет, так не пойдет. Здесь все выглядит неаккуратно. Отлично. Раз у тебя настроение покрафтить, совместим приятное с полезным. Привет, ребята. Сегодня мы научим вас, как все убрать и сделаем... Большой и классный органайзер, в который войдет все что угодно. Даже новые карандаши. Да, все так, Сэмми. Мы уже обклеили цветной бумагой все картонные детали. Вам нужно поступить так же. Это основа нашего органайзера. Мы будем приклеивать разные отделения. Для этого нам понадобится клеевой пистолет. Ребята, не забывайте о безопасности во время работы с ним. Им нетрудно обжечься. Берегите пальцы. Эм, Сью, а я думала, вся основа будет голубого цвета. Ой, Сэмми. Я решила сделать эту часть оранжевой, потому что ее все равно не будет видно. А еще так веселее. Теперь понятно. Одобряю. Вторая деталь тоже двухсторонняя. Аккуратно наносим клей и ставим ее на место. Вот так. Сью, я нашел эти штуки, но они совсем как предыдущие. Ты, наверное, по ошибке сделала слишком много. Нет-нет, Сэмми, все по плану. Они немного длиннее, чтобы подходили по высоте. Видишь? Вот так. Отлично. Ого, похоже на лесенку. В рай, наверное. Как высоко. Да, мой маленький друг. Ребята, как думаете, какой цвет пойдет дальше? Та-да! Желтый. Обратите внимание на скошенный край. Я решила, что так будет оригинальнее. Тебе сюда. Фокусы еще никому не повредили. Отлично. Теперь приклеиваем деталь. Не забудьте отступить немного от основания. И вторую. Кажется, я понял, что это. Это стеллаж. Расставлю тут свои журналы. Хорошая попытка, Сэмми, но нет. Ты что, забыл, что мы делаем органайзер? Ой, точно. Если честно, я бы не отказался от классного стеллажа типа такого. Мне нравится это сочетание цветов. Передай, пожалуйста, те детали. Конечно! Хоп! Спасибо, Сэмми. Ты мне так помогаешь? Обещаю, я подумаю над твоим предложением про стеллаж. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы мы смастерили что-нибудь полезное для книг. Чаддер, меня раздери! Какой странный бинокль! Не припоминаю никого с тремя глазами. Только Питера, паучка. Но у него их четыре пары. Вот же они! Я их повсюду искала. Ох уж это яркое воображение, Сэмми. Поэтому мои лучшие друзья. Я генерирую идеи, а ты помогаешь их воплощать. Это правда, Сэмми. Берем деталь, которая чуть побольше втулок от туалетной бумаги. Или, как их назвал Сэмми, странного бинокля. И ставим ее посередине. Вот так. Получилась стенка. А значит, можно сделать и потолок. Вуаля! Теперь у нас очень ответственное задание. Надо найти середину. Вот так. Девять с половиной сантиметров. Разделим всю секцию пополам с помощью этой детали. Готово! Я знаю, я знаю! Это будет сверху! Можно я? Конечно! Только стороны не перепутай. Синяя смотрит вниз. Можно было не напоминать. Я знаю, что делать. Вот видишь, а я что говорил. Молодец, Сэмми! Переходим к части посложнее. Это чур на тебе. Если что, я рядом. Хорошо, Сэмми. Берем длинную розовую деталь и чертим линию, отмечая высоту. Вот так. Теперь аккуратно приклеиваем сюда полку. Розовую деталь можно использовать в качестве поддержки, пока клей не схватится. Какая кропотливая работа! Хорошо, что у тебя твердая рука. Ах, Сэмми, погоди. Нам надо приклеить еще одну полочку сверху. Аккуратно. Вот так. Фью, думаю, надо их как-то укрепить. А то выглядит не очень надежно. Ты прав, Сэмми. Для этого нам и нужна эта деталь. Помнишь ее? Ставим ее вот сюда. А сюда линейку. Они поддержат полки, пока клей высыхает. Поберегись! Я бегу закрывать эту секцию! Хоп! Да, казалось! Давай оставим наши полочки на некоторое время и перейдем к очень необычной части. Сейчас мы сделаем подвижную деталь, которую можно открывать и закрывать. Что-то вроде тайника. Обожаю тайники! Там можно спрятать конфеты! Сэмми сладости не следует хранить в органайзере. И правда. Я просто что-то проголодался. Понимаю. Но мы уже скоро закончим. Так что проявить терпение осталось совсем немного. Прочертим линию тупым концом резака. Ребята, будьте аккуратны при работе с острыми предметами. Видите? Так и обеспечивается подвижность этой части. Пора поставить. Ой, Сэмми, ты что здесь делаешь? Я просто проверял полки на прочность. Уверяю, они очень прочные. Спасибо, Сэмми. Ты настоящий мастер картонных дел. Ребята, смотрите, как получилось. Круто, да? Йо, а ты знала, что я хочу научиться танцевать чечетку? Хорошо, что у нас есть специальная площадка для этого. Я отвлеклась всего на секунду, а ты уже придумал, как использовать последнюю стенку этой секции. Упси, ты ничего не видела. На место сгиба я уже приклеила скотч. Так бумага не будет рваться. Ты пойдешь сюда. Отлично. Сью, смотри, я как будто в карете еду, только без лошадей. Обожаю твою фантазию, но это нам пригодится для крафта. Как видите, ребята, такую полочку сделать очень просто. Берем четыре детали, склеиваем, и в мгновение ока получается классная розовая полочка. Вам нравится такой цвет, ребята? Тогда ставьте лайк. Скорее бы разложить канцелярию. Немного магии. Да, сработало! А сейчас надо закрыть задник, чтобы все карандаши не выпали. Ну уж нет, такого нельзя допустить. Не хочу тратить всю жизнь на уборку. Вау, посмотрите, ребята, как красиво и удобно. Мне очень нравится. Сью, мы оставим полочки пустыми? Ой, точно, хорошо, что ты напомнил. Голубое к голубому. Вжух! А вот и вторая. Супер! Майо, желтое к желтому! Не так все просто, Сэмми. Смотри. Класс! Итак, ребята, органайзер готов. Осталось совсем немного. Сью, мне очень нужна доска для заметок, чтобы я ничего не забыл. Лишь бы ты улыбался, Сэмми. Вот так. Сюда можно приколоть записки. И милое фото. Давайте украсим все стороны нашего органайзера. Сэмми, принеси, пожалуйста, цветную бумагу. Держись, Сью! Я мастер декорирования, так что выбрал розовую. Этот цвет отлично сочетается с голубым. Спасибо, Сэмми. Я доверяю твоему вкусу. Добавим второй слой с веселым рисунком. Вот так. А это зачем, Сью? Не понимаю. А это, Сэмми, наш уголок для творчества. И у меня уже есть идея. Вот твоя чудесная открытка. Круто! А давай повесим сюда схему следующего крафта. Отличная идея, Сэмми. Тут как раз есть место. Ха-ха! Смотри, что я нашел! Вау, спасибо! Я знаю, куда это приклеить. Прямо на шкафчик. Вот так. Сью, давай я тоже покажу тебе фокус. Конечно, давай. Крибле, крабле, вуаля! Найдешь отличия? Как здорово, Сэмми! И все? А ты все стороны проверила? Ой, точно! Вау! Ну вот, другое дело. Но я же все-таки известный мастер декорирования. Надо сделать ручки. С ними будет удобнее открывать шкафчики. Воспользуемся крафтовой магией. Вау, круто, да? Ого! Надо найти место для этих милашек. Хм, может, приклеим их сюда? Как думаешь? Да! Супер! Наконец-то можно заполнить органайзер. Да, время пришло. Круто! Вот так! А скрепки пойдут сюда. А зажимы сюда. Думаю, можно высыпать булавки тут. Отлично! Все под рукой, но ничего не перепутается. А есть место для кисточек? Конечно, Сэмми, они пойдут в шкафчик. Вот так. А карандаши в другой. Хм, чтобы сложить сюда. Ой, точно, ножницы! Отлично! А мою коллекцию скотчей? Хм, думаю, тут им самое место. О, спасибо! Здорово! Сюда положим мои блокноты для эскизов и дизайнов. И цветную бумагу. Чудесно! Это для новых идей. И последний штрих. Оставим Сэму тайное послание. Что-нибудь простое и милое. Спорим, он очень скоро его найдет. Вау! Давай еще раз посмотрим на наш красивый органайзер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, хотите такой же органайзер? Тогда сделайте его своими руками. Выберите свои любимые цвета. Если он понравился вам так же сильно, как мне, ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал. Пока! До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова